Сейчас надо чуть-чуть подождать, как начнет масло гореть. Каждый человек, родившийся в СССР, знает, ну или хотя бы слышал, что такое буржуйка. Это небольшая металлическая печь для обогрева помещения. Так называемые буржуйки появились в начале прошлого века и пришли на смену каминам. Мнений о происхождении такого просторечного названия несколько. Первое – это ассоциация с карикатурным образом пузатого буржуя. А второе связано с ее прожорливостью. Мол, дров ест много, а тепла дает мало. На этом производстве в Кисловодске уже более 10 лет работают с металлом. Специализировались на изделиях для дачи и отдыха. Но недавно сварщики и кузнецы получили особый заказ. К нам обратились волонтеры. В связи с сложившейся ситуацией понадобилась помощь в производстве печи на отработке для обогрева, для поставки на фронт. Первая заявка у нас пришла примерно две недели назад. За это время мы произвели порядка 50 печей. И еще у нас сейчас стоят заказы на очереди. Это порядка где-то 20 печей. Специалистам не потребовалось много времени для перестройки производства. По готовым чертежам написали программу. Ведь на первой стадии всю работу делает машина. Сейчас здесь у нас на лазерном станке лежит металл, полтора миллиметра листовой, холоднокатанный. Мы сейчас из него будем резать комплектующие для данной печи к старту. Настройки все уже сделаны, все настроено. Я сейчас нажму кнопку старта и она начнет резать. На этом листе помещаются три печи подобного рода. После детали гнут и сваривают. И вот печка-буржуйка готова. С прожорливостью такого проверенного временем аппарата на этом предприятии готовы поспорить. Греется такая печь не дровами, а маслом. КПД теплоотдачи, говорят специалисты, у нее на уровне. Литра масла хватит примерно на полтора часа работы. Первым делом мы наливаем вот сюда масло, потом открываем масло, чтобы оно туда попало. После масла нужно поджечь и дать печи разгореться. А потом сила тяги сделает свое дело. Потребовалось около 15 минут, чтобы печь накалилась до нужной температуры. Мы только начали разжигать печь, а она уже дает хороший жар. И на ней даже можно приготовить еду или, например, закипятить воду. Вот мы только недавно поставили воду, и она уже почти закипела. Наш эксперимент привлек внимание работников завода. Пока чайник закипит, ждать долго не пришлось. Вода для чая уже готова. По словам специалистов, при необходимости на производстве готовы не только удвоить, но и удесетерить производство печей. Или же перейти на другие необходимые стране изделия. А убедились в надежности проверенных временем технологий Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.